нашла снимается все маски и голограммы фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк татьяна выходит из биоробота становится рядом если биороботе присутствует чужеродные голограммы копии подключки артефакты все это становится видимым и выходит вместе становится рядом перед ней она очень медленно выходит у нее что-то в области живота руками держит она и как раненая сейчас будем разбираться хорошо ничего больше не вышло да но она сама как в коконе то есть она не очень адекватно понятно защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергии абсолютно берем татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копии татьяны поднимайся в комнату диагностики пошел подъем просто не могу понять на ней как оболочка какая-то издерживающая где ты находишься веру комнате хорошо мы приветствуем татьяну она меня слышит она под этой оболочкой накивает медленно хорошо разрезаю влад разрежь лазером оболочку отправляем ее в клетку тюрьму она меня слышит татьяна хорошо мы приветствуем вас интересуемся готовы ли вы к чистке доверите ли вы нам свое биополе на период работы она плачет она говорит что наконец-то достучал хорошо и я даю команду на счет риска нер начинает сканировать пространство над головой татьяны под ногами триста шестьдесят градусов вокруг нее один два три сканер сканируете 7 тонких тел находит все от оболочки выстраивая канал отдельно притягивает весеного за оболочку да будет так а так есть это джин джин синий большой джин считает цифра над головой джина 8023 8023 хорошо и на счет три все магические артефакты джина его челма его кольца серьги его камень все что у него находится переносится в отдельную клетку 123 да будет так атаки есть в области живота что я говорила клинок клинок и его тоже его джин против в клетку тоже вытаскивай безболезненно этот клинок 123 да будет так атаки есть отправляя в клетку тюрьму он 8 лет у нее сидит хорошо за этот клинок джин ты сегодня еще пожалеешь влад достань свое копье новое копье энергетическое 123 и дай ему мощнейший удар на на чистоте джина чтобы он прочувствовал направляя на джина свою печать семи архангелов даю мощнейший удар света пока то сущность которая за одним прячется не выскочит 123 удар жгешь ты больно ему то тебя послал джин выключай свет вторая попытка кто не притянулся по каналам вера канала от нее выстроились хорошо давай пройдемся по каналам что у нас там значит на спрут спрут инсектует инсектует вот этот джин да два канала есть еще нижний значит без хорошо и есть еще кто там микрирует кто-то веру он невидимый делает клетку отлично и проявляется сил моего намерения влад направляя печать сжигая его голограмму сжигая его защиты пошел свет дабу итак атаки есть пластатый кто-то саламандр отлично получает удар на своей частоте 100000 герц удар но так как ящерица какая-то саламандр хамелеон кто он меняет цвета сущность замерла замерла в клетке становится одного цвета не может больше менять цвета коричневый стал программа действия программа активирована коричневый остается и так саламандр ты саламандр или ты ставь маячок на нем зеленый красный органически неорганически а то сразу галактическое ядро скинула хорошо саламандр зеленый считает цифру беса над головой так джин у нас есть 8023 инзиктоид у нас есть пруд есть 1 2 3 4 5 каналов так клинок чей клинок был джина джин ты готова этот клинок себе в живот сегодня всадить говорит то что он так не работает нет а как он работает а я сделаю так что он будет работать на кого энергия он говорит моими энергиями твоими энергиями на каком основании ты человеку всадил клинок в живот он таким путем выжимал из нее все прокручивал но что мне мешает сейчас садить в тебя мое копье вот скажи что с моими энергиями так не сделаешь я спрошу конечно я спрошу татьяну если татьяна скажет кинька ты этого паразита в галактическое ядро ты что думаешь я буду ждать ты сегодня попал в очень серьезную ситуацию джин ты не к тем попал понимаешь и такого садиста как ты с клинком я видел очень редко я встречался джинами некоторых отправлял на дно океана вот не хочешь ли ты отправиться на дно океана северного ледовитого океана не особо привлекает это место не особо привлекает меня не привлекает твой садизм понимаешь я сильно буду разбираться я люблю жаркие страны но то что ты любишь и то что куда ты уйдешь это две разные вещи понимаешь потому и кокон сделал чтобы тепло было хорошо я сейчас посмотрю сколько ты энергии украус сколько сидел в ее биополе 8 лет 8 лет так клинок сколько торчал ее в животе и как как давно ты установил эту оболочку полотнял всего 7 лет всего наращивал он ее хорошо так переходим к процедуре реверса энергии здесь всем понятно какая процедура будет сейчас отдадим вам темной энергии заберем светлые рассинхронизирую все уберете проверка будет 2 миллиона герц кто что-то забудет или оставит просто сгорит в этой клетке всем понятно я даю команду тонкой копии татьяны спроекции энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативные патогенные низковибрационной энергии в ее биополе 123 каналы выстраивается сущность и каждый подходит к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низковибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к татьяне энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней все что она могла получить от них возвращается к ним Выстраивает два канала Один от Татьяны к клинку Один от Татьяны к оболочке И возвращает дополнительно Если есть чужеродная темная энергия По каналу назад Пошли энергии усилия потоки в 50 раз Описывай, Вера, кому что идет От клинка Какая-то энергия зеленая идет От клинка зеленая, да? Да, такая струйка тонкая Какая-то энергия возвращает Она показывает руки Две руки поднимает И у нее что-то одето на руки И то, что одето на руки Силами его намерения Выходит из ее биополя Зависает перед ней Отключается полностью Это как железная перчатка Хорошо, летит в клетку тюрьму Это тоже Джина Чтобы она не взялась Так это ты ей доставлял Вот эти удовольствия Когда она тратила внезапно все деньги Все ей было сложно сделать Это твоя работа была? Моя энергия А зачем ты это делал, Джин? У тебя есть контракт с ней какой-то? У тебя кто-то просил этого? Все, что натратила, я собирал Ты не ответил мне на вопрос На каком основании Я очень неохотно повторяюсь Если ты не перестанешь Мне здесь разыгрывать все эти вещи Я начинаю на тебя воздействовать Поверь мне, тебе это не доставит Никакого удовольствия Нет контракта Итак, почему ты зашел в ее биополе? Последний раз спрашивай, Джин На корысть у нее увидел Решил заработать с ней Значит, на твоей частоте корость была, да? Покажи ситуацию, когда это было Ты долго присматривался? Нет Хорошо, Вера, как у нас с реверсом? Он думал, что это будет Как его перевалочный пункт Посидит и пойдет дальше Но потом с энергиями Ну, как сказать, не сроднился Подошли ему энергии Решил остаться, выжимать Реверс закончился Понятно, значит, чистейший беспредел Но зашел на энергию корости Хорошо Устанавливали фильтр с золотой сеточкой На все каналы И в порядке реверса Татьяна забирает Всю чистую, светлую, божественную энергию Обратно пошла энергия божественная Чистая Один, два, три Реверсом забираем по каналам энергии Из оболочек Любой биоматериал Назад Татьяна Она хозяйка своих энергий Возвращает все свое себе обратно До последнего микрона Энергии идут У нее энергии Плюс к тому, что возвращается Еще тонкая полоска Зеленые, зубродные Идут к ней какие-то энергии Джин молчит Он знает, что это И так, Джин Потому он и сроднился с ней Вот, и так, Джин Давай Рассказывай, что это за энергия Кому они принадлежат Иначе Северный Ледовитый океан Ставлю перед его клеткой Монитор И показываю ему Дно Северного Ледовитого океана Один, два, три Рыбки там плавают Крабики Вот там твой сосуд Там будет находиться А? Темно Ну, что сделаешь? Я тебе лампочку подсвечу Пока не Что ты хочешь знать? Я хочу, что ты мне все рассказал Какая это энергия Почему ты зашел? Ты мне не договариваешь А я не терплю здесь лжи В этой комнате диагностики Он говорит, что для меня Это как драгоценный камень Что это? Это энергия Хорошо Как эта энергия называется? Он у нее показывает И говорит, что она сама должна знать Я и так много чего нарушил Я догадываюсь, что это космическая душа Но какое тебе отношение имеешь к космической душе? Почему ты считаешь, что это для тебя драгоценный Он говорит, я же говорю Это как изумруды Драгоценные камни Хорошо Такой заряд я получаю А, вот в этом плане Конечно Хорошо, ждем окончания реверса Так, тогда переходим к процедуре вытаскивания всего У нас начинаем с прута С прут выходишь Собираешься, отключай полностью Отсасывай жидкость Чтобы никакого следа от тебя не осталось Аккуратно все вытаскивай И возвращайся в клетку Докладывай о готовности к проверке Приступай Татьяна, вы знаете о своих энергиях? Откуда она? Откуда вы? Она мотает головой Не знает Хорошо Мы тоже не имеем права говорить Как и джинн это не имеет права Пока не знает Потому что Ну, конечно У нее раздраженные Вот эти энергии тела Да, конечно Она не может нормально думать Они раздраженные у нее Все вылечим энергиями Спрут снимает с головы и с груди Хорошо Спрут Как отражалось Стоя воздействия на физическом плане Что она чувствовала? Кашу в голове Кашу в голове Понятно Сжимал ее Было чувство сжатия Кого? Страшно ему Спрашивай правильно Он не знает Что сжимал? Ну, своими щупальцами Он сжимал ее Тонкие тела Она чувствовала состояние Как будто ее передавливают Перетягивают Давил ей на грудь Вот Ниже шеи Вот это место Понятно У нее как присоска Которая давила Там сжимало То есть он не закручивал ее На шее И что-то Он ее как Сдавливал голову Грудь Понял Хорошо Пусть снимает Снял он все Хорошо Он выходит инзиктоид Достает все Что он оставил в биополе Отключает все Если есть инкубатор Вытаскивает инкубатор Возвращается в клетку Докладает о готовности К проверке Ничего не забывает Приступает А что он делает Вера? Ты знаешь У него Значит Когда Этот клинок Джин начал крутить С левой стороны Инсиктоиду Места мало Стало Он как-то Вдаль отступил Другую чакру Перешел Выше Желтую Диск там у него Вытаскивает Диск Хорошо Диск Жидкость Готов Хорошо Так Выходит Биес Биес Скажи мне Есть лярва в биополе? Лярва есть Низ живота Хорошо Биес Как долго ты находился В ее биополе? Недолго Шесть месяцев А где ты зашел? В квартире? Воронка Понятно Где воронка В квартире? Где она живет? Блуждающая Блуждающая В квартире Понятно Хорошо Хочешь лярву меня попросить? Да Заберет Сначала сними все Что ты оставил И на лярву я тебе дам Отдельную команду Давай Выходи Вытаскивай Все Он говорит Что голос у нее Громкий Ты на голос пришел, да? Командный Тебе нравится командный голос? Если чуть-чуть За веревочки подергать Ее все боятся будут Ну в принципе Человека надо любить А не бояться Голосом она Может производить Разные слова Она может и хорошие слова Произносить, правильно? Вкладывая туда свою энергию Он говорит Что если за веревочки подергать Нам будет Не громко говорить А громко кричать Хорошо, Бес Скажи мне Какую частоту Ты кроме голоса зашел? Наверняка Там еще были Какие-то частоты Которые тебя притянули Что это было? Досада идет Ругается А Вот это твоя частота, да? Понятно Он как обобщает Все в общем позволило Мне подпрыгнуть Пока здесь Понятно В квартире там много подселенцев? Есть свои там? Не общается Я понимаю Но они есть там, да? Не рассматриваю Ладно, хорошо Я думал ты лярвы хочешь В воронки сразу попал А, вот как Хорошо Что он снял, Вера? Веревки с рук Хорошо Из ног он снял Как мешок Хорошо Это все, да? Из этого мешка Она прочно не стояла на ногах Пора не было Отражалось это и на материальном плане То есть на Вопросах с деньгами Там все было под сомнением Хорошо Он все вытащил, Вера? Да Хорошо Бес Разрешай тебе забрать лярвы Снимай Ничего не забывай Возвращайся в твою клетку Да Снял Готовь Хорошо Так, Саламандр Ты меня слышишь? Да, он слышит Я тебя предупреждаю В этой комнате Не пытайся Делаться невидимым Воздействовать на кого-то И делать любые глупости Если я сейчас тебя выпущу Из клетки Вытащить это все И ты сделаешь какую-то глупость Ты назад в клетку уже не вернешься Я тебя предупреждаю Потому что мне не понравилось Как ты проявлялся в комнате диагностики моей Здесь действуют мои правила А не твои Если ты хочешь, чтобы с тобой нормально обращались Ты должен со мной кооперировать И коммуницировать Тебе это понятно? Да, понятно Хорошо, выходи Вытаскивай все, что ты оставил Отключайся полностью И возвращайся назад в клетку Приступай У него плата какая-то зеркальная Сердечная чакра Еще тоже в сердечной Как эта плата действовала на нее, Саламандр? Зеркальная Что именно зеркальная? Чтобы ее не нашли никого Или как? Или отражала какие-то энергии Я объясняю? Так есть Невидимая идея Для кого? Для всех С какой целью? Получается, все, что она делала Только для себя Все это Она как зеркало В общем общалась А вот как То есть она была практически От внешнего мира Отрезана этим зеркалом, да? Да Интересно Цвета он подстраивал Хотел То есть Приятные или неприятные Без объяснения А воздействуют Рассинхронизация Три Пошла рассинхронизация Закончится автоматически Рассинхронизация закончилась Рассинхронизация закончилась Хорошо Так Переходим к следующему этапу Подхожу к Татьяне Кладу руки на плечи Импульс высокого аббрационного шока удара И сжигая все каналы Один, два, три Каналы отлетают Готово Открывается портал в галактическое ядро И канал улетает на переработку В чистую первичную энергию Закрывай, опечатай, растворяй Готово Переходим к проверке Даю команду скэнеру На обновление На проверку Контрольную проверку Татьяны На счет три Один, два, три Пошло сканирование А значит От интерферентов Она чистая Но у нее в теле Есть какие-то события Которые оставили определенный след В ее эмоциональном теле Мы дойдем до эмоционального поля И будем тогда уже там смотреть Тогда чистая Хорошо Так Включая внутренний белый свет На счет три Татьяне Один, два, три И Татьяна на счет три Начинает выдавливать из себя Остаточные негативные энергии На чистоте спрутанзи Кто это? Джина Беса Саламандра Также их подключик Один, два, три Весь яд Все негативное Все остаточное Выходит Формируется в шар перед ней У нее намотался шар И там вот эта энергия зеркальная Которая отражала Да Получается Все ее мысли Планы возвращались к ней назад Вот это все и осталось И вышло сейчас в шар Хорошо Хорошо Шар большой Мяч Открывается портал в галактическое ядро И скидываем его в галактическое ядро на переработку Закрывая, печатая, растворяя Готово Хорошо Будем отпускать первых Бес готов уходить? Да Больше не возвращайся Открывается внизу портал против часовой стрелки На частоте Беса Один, два, три Бес забирается Все, что он с собой принес Уходит на свою частоту Закрывая, печатая, растворяя Готово Инзиктоид готов уходить? Да, он готов Открывается наверху против часовой стрелки Портал на частоте инзиктоида Инзиктоид забирает Все, что он с собой принес Уходит на свою частоту Закрывая, печатая, растворяя Готово Спрут готов уходить? Готово Открывается наверху портал против часовой стрелки На частоте спрута Один, два, три И спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, больше не возвращается. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, он от Джины Саламандр остался. Хорошо, Саламандр, ты больше в это тело не придешь. Тебе это понятно? Да, понятно. Мы его будем проверять просто. Ты встретишься со мной, и второй раз ты уже точно не идешь. Первый раз я отпускаю, второй раз наказываю. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Саламандра. Один, два, три. Саламандр забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, и Джин у нас остался. Ну что ж, Джин, не знаю, что с тобой делать? Клинок в животе. Ты реально как-то попутал все эти вещи. Он же энергетический так же, как у всех. Отпусти меня. Но энергетически никто не вставлял. Всех отпустил, и меня отпусти. Никто не вставлял клинок в живот. А что, зеркало лучше, что ли? У тебя оболочка была, у тебя клинок был, еще и эта железная перчатка. Ты больше всех. Но я же Джин. Ну и что, что ты Джин? И что ты хочешь, безнаказанным уйти? Верни мои артефакты. Еще требуешь от меня, чтобы я тебе вернул артефакты? Я прошу. Джин, ты больше никогда не зайдешь в это биополе. Никогда. Я хочу от тебя получить слово. У тебя есть честь вообще, слово Джина? Есть такое у вас понятие? У дракона есть такое. Она откупилась. Считай, что мы в расчете. Она откупилась. Я тебя спросил совсем другие вещи. Я сказал, ты больше не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно, понятно. Хорошо. Если у тебя второй раз... Как же я войду, если ты меня отправишь на другой конец? Джин, я тебя отправлю на твою чистоту. Я тебя предупреждаю первый и последний раз. Если ты со мной второй раз встретишься, это значит, ты не выполнил часть своего обещания. После этого наша с тобой договоренность заканчивается. Я начинаю на тебя со страшной силой воздействием. Поверь мне, здесь стояли такие демоны. 60-ти герцовые. И даже выше. И у них был очень бледный вид. Да, я верю, верю. Ты только отдай мне все. Хорошо. Возвращая все Джину, все его артефакты. Готов. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается внизу против часовой стрелки портал на чистоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Смотри, Джин, я первый и последний раз предупреждаю. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Хорошо. Что у нас в клетке? Пустая, Вера? Нет. Клинок, перчатки. И под клинком, перчаткой и этой оболочкой открывается портал в галактической дроне, улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Поехали по частотам. Выходят договора. Договора есть у них. Хорошо. Пусть тонкая копия проверит, какие она хочет оставить. Или аннулируем все. Там есть какой-то контракт, она на него постоянно показывает. Хорошо. Считаю информацию, что это за контракт. Говорит, что мне за него стыдно. Хорошо. Значит, тогда не будем озвучить. Он активный. На ней как энергия такая красная, смущение. Понятно. Хорошо. Нет, он не активный. Это не контракт, это что-то с прошлой жизнью. Хорошо, Татьяна. Вы выбрали контракт, который вы хотите аннулировать? Да. Повторяйте за мной. Внутрия власти моего суверенного я. Я объявляю. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если таковая есть. От нее пошел возврат энергии. Вот это красное смущение вернулось в этот контракт. Отлично. Хорошо. Все, закончилось? Да. Открывается портал «Галактическое ядро» и все аннулированные контракты улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. Татьяна, как вы себя чувствуете? Мне непривычно с энергиями. Ей надо с ними прочувствовать их. Конечно, вам надо прочувствовать. Продолжайте. Привыкнуть к ним. Как заправляться энергиями мы вам показали в этом сеансе. Поэтому продолжайте, заправляйте себя. Скидывайте весь негатив и все будет у вас хорошо. Хорошо, будем возвращать вас тогда назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она когда этими энергиями закачивалась и потом активировалась душа, у нее такой зеленый стержень с крученными энергиями зашел. И сверху встали семь тонких тел. Все это сгармонизировалось. И вот этот стержень, он как покрылся этими, глубоко получился, он внутри спрятан и покрыт вот этими тонкими телами. И энергии, они такие как нелегкие, то есть они не совсем тяжелые, но ими можно управлять. Вот они немножко как густые что ли. Поэтому и нужно к ним привыкнуть, прочувствовать их. И скорее всего она, наверное, может что-то ими делать, если в дальнейшем поймет, как ими управлять. Хорошо. Готовы. Мы это все передали. И отключайся от Татьяны и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем.